Рэй Брэдбери Калейдоскоп Взрыв огромным консервным ножом вспорол корпус ракеты. Людей выбросило в космос, подобно дюжине трепещущих серебристых рыб. Их разместало в Чёрном океане, а корабль, распавшись на миллион осколков, полетел дальше, словно рой метеоров в поисках затерянного Солнца. «Беркли? Беркли, ты где?» Слышатся голоса, точно дети заблудились в холодные ночи. «Вуд, Вуд! Капитан? Холлес. Холлес, я Стоун. Стоун, я Холлес, где ты?» «Не знаю. Разве тут поймёшь, где вверх, где низ? Я падаю. Понимаешь, падаю?» Они падали. Падали, как камни падают в колодец. Их разметало будто двенадцать палочек, подброшенных вверх исполинской силой. И вот от людей остались только одни голоса. Не схожие голоса, бестелесные, ступлённые, вырождающие разную степень ужаса и отчаяния. Нас относят друг от друга. Так и было. Холлес, медленно вращаясь, понял это. Понял и в какой-то мере смирился. Они разлучились, чтобы идти каждый своим путём. И ничто не могло их соединить. Каждого защищал герметичный скафандр и стеклянный шлем, облекающий бледное лицо. Но они не успели надеть силовые установки. С маленькими двигателями они бы быстро, точнее спасательные лодки в космосе, могли бы спасать себя, спасать других, собираться вместе, находя одного, другого, третьего. И вот уже получался островок из людей и придумал какой-то план. А без силовой установки на заплечье они – неодушевлённые метеоры. И каждого ждёт своя отдельная неотвратимая судьба. Около десяти минут прошло, пока первый испуг не сменился металлическим спокойствием. И вот космос начал переплетать необычные голоса на огромном чённом ткацком станке. Они перекрещивались, сновали и создавали прощальный узор. «Холлес, я с Толом. Сколько времени мы можем ещё разговаривать между собой?» «Это зависит от скорости, с которой ты летишь напрочь от меня, а я от тебя». «Что-то около часа». «Да, что-нибудь вроде того», – ответил Холлес задумчиво и спокойно. «А что ж всё-таки произошло?» – спросил он через минуту. «Ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает». «Ты в какую сторону летишь?» «Похоже, я на Луну упаду». «А я на Землю лечу. Домой, на старушку Землю, со скоростью 16 тысяч километров в час. Сгорю, как спичка». Холлес думал об этом с какой-то странной отрешённостью. Точно увидел себя со стороны и наблюдал, как он падает. Падает в космосе. Наблюдал так же бесстрастно, как падение первых снежинок зимой давным-давно. Остальные молчали, размышляя о судьбе, которая поднесла им такое. Падаешь, падаешь, и ничего нельзя изменить. Даже капитан молчал, так как не мог отдать никакого приказа, не мог придумать никакого плана, чтобы всё стало по-прежнему. «Ох, как долго лететь вниз!» «Как долго лететь! Долго, долго, долго лететь вниз!» Сказал чей-то голос. «Я не хочу умирать, не хочу умирать! Долго лететь вниз!» «Кто это?» «Не знаю. Должно быть Стимсон. Стимсон, это ты?» «Как долго! Сил нет, господи, сил нет!» «Стимонс, я Холлес. Стимонс, ты меня слышишь?» Пауза. И каждый падает, и все порознь. «Стимсон?» «Да. Возьми себя в руки, нам всем одинаково тяжело. «Не хочу быть здесь, где угодно, только не здесь. Нас ещё могут найти. Должны найти. Меня должны найти!» Сказал Стимсон. «Это неправда. То, что сейчас происходит, неправда!» «Плохой сон!» Произнес кто-то. «Замолчи!» — крикнул Холлес. «Попробуй заставь!» — ответил голос. Это был Эпплгейт. Он рассмеялся бесстрастно и беззлобно. «Ну, где ты?» И Холлес впервые ощутил всю невыносимость своего положения. Он захлебнулся яростью, потому что в этот миг ему больше всего на свете хотелось поквитаться с Эпплгейтом. Он много лет мечтал поквитаться, а теперь поздно. Эпплгейт всего лишь голос в наушниках. Они падали, падали, падали. Двое начали кричать только сейчас, осознав весь ужас, весь кошмар происходящего. Холлес увидел одного из них. Он проплыл мимо него совсем близко, не переставая кричать. «Прекрати!» «Совсем рядом рукой можно дотянуться». И все кричит. Он не замолчит. Будет кричать миллион километров, пока радио работает. Будет всем душу расстравлять, не даст разговаривать между собой. Холлес вытянул руку. «Так будет лучше». Он напрягся и достал до него, хватил за лодыжку, стал подтягиваться вдоль тела, пока не достиг головы. Космонавт кричал, лихорадочно греб руками, точно утопающий. Крик заполонил всю Вселенную. «Так или иначе», — подумал Холлес, — «либо Луна, либо Земля, либо метеоры его убьют». «Чего тянуть?» Он раздробил стеклянный шлем своим железным кулаком. Крик захлебнулся. Холлес оттолкнулся от тела, предоставив тому кувыркаться дальше, падать дальше в своей траектории. Падая, падая в космос, Холлес и все остальные отдались долгому, нескончаемому вращению и падению сквозь безмолвие. «Холлес, ты еще жив?» Холлес помолчал, но почувствовал, как его лицо обдало жаром. «Это Эпплгейт. Опять». «Ну что тебе, Эпплгейт?» «Поговорим, что ли? Все равно больше нечем заняться». Мешался капитан. «Довольно. Надо придумать какой-нибудь выход». «Слышь, капитан, молчал бы ты?» — сказал Эпплгейт. «Что?» «То, что слышал. Плевал я на твой чин, до тебя сейчас шестнадцать тысяч километров. И давай не будем делать из себя посмешище». «Как это Стимсон сказал? Нам еще долго лететь вниз». «Эпплгейт». «А, заткнись. Объявляю единоличный бунт». «Мне нечего терять. Ни черта. Корабль ваш был дряненький, и вы были никудышным капитаном. И я надеюсь, что вы сломаете себе шею, когда шмякнетесь о луну». «Приказываю вам замолчать». «Давай-давай, приказывай». Эпплгейт улыбнулся за шестнадцать тысяч километров. Капитан примолк. Эпплгейт продолжал. «Так на чем мы остановились, Холлес?» «А, вспомнил. Я ведь тебя тоже терпеть не могу. Ты сам об этом знаешь. Давно знаешь». Холлес бессильно сжал кулаки. «Послушай-ка, что я скажу, не унимал Стэпплгейт. «Порадую тебя. Это ведь я подстроил так, что тебя не взяли в Рокет Компани пять лет назад». Мимо мелькнул метеор. Холлес глянул вниз. Левой кисти как не бывало. Брызнула кровь. Мгновенно из скафандра вышел весь воздух. Но в легких еще оставался запас, и Холлес успел правой рукой повернуть рычажок у левого локтя. Манжет сжался и закрыл отверстие. Все произошло так быстро, что он не успел удивиться. Как только утечка прекратилась, воздух в скафандре вернулся к норме. И кровь, которая хлынула так бурно, остановилась, когда он еще сильнее повернул рычажок. Получился жгут. Все это происходило среди давящей тишины. Остальные болтали. Один из них лезь, признай себе, болтал про свою жену на Марсе, свою жену на Венере, свою жену на Юпитере, про свои деньги, похождения, пьянки, игру, счастливое времечко. Без конца тараторил, пока они продолжали падать. Летя на встречу смерти, он предавался воспоминаниям и был счастлив. До чего это все странно? Космос, тысячи космических километров, и среди космоса вибрируют голоса. Никого не видно, только радиоволны пульсируют, будоражат людей. Ты злишься, Холис? Нет. Он и впрямь не злился. Вернулась от решенности, он стал бесчувственной глыбой бетона, вечной падающей в никуда. Ты всю жизнь карабкался вверх, Холис. И не мог понять, что вдруг случилось. А это я успел подставить тебе ножку как раз перед тем, как меня самого выперли. Это неважно, и не играет никакой роли, ответил Холис. Совершенно верно. Все это прошло. Когда жизнь прошла, она словно всплеск кинокадра. Один миг на экране. На мгновение все страсти, предрассудки сгустились и легли проекции на космос. Но прежде чем ты успел воскликнуть. Вон тот день счастливый, а тот несчастный. Это злое лицо, а то доброе. Лента обратилась в пепел, а экран погас. Очутившись на крайнем рубеже своей жизни, оглядываясь назад, он сожалел лишь об одном. Ему всего-навсего хотелось жить еще. Может быть, у всех умирающих такое чувство, будто они и не жили. Не успели вздохнуть как следует, как уже все пролетело. Всем ли жизнь кажется такой невыносимо быстротечной? Или только ему? Здесь, сейчас, когда остался всего час-другой на раздумья и размышления? Чей-то голос Леспера, видимо, говорил. А что, я пожил сласть. Одна жена на Марсе, вторая на Венере, третья на Юпитере. Все с деньгами, все меня холили. Пил, сколько влезет. Раз проиграл двадцать тысяч долларов. Но теперь-то ты здесь, подумал Холлес. У меня ничего такого не было. При жизни я тебе завидовал, Леспер, пока мои дни не были сочтены. Завидовал твоему успеху у женщин, твоим радостям. Женщин я боялся и уходил в космос. А сам мечтал о них и завидовал тебе с твоими женщинами. Деньгами, буйными радостями. А теперь, когда все позади, я падаю вниз, и я ни в чем тебе не завидую. Ведь все прошло, что для меня, то и для тебя. И сейчас как будто бы и не было ничего. Наклонив голову, Холлес крикнул в микрофон. «Все это прошло, Леспер!» Молчание. «Будто и не было ничего, Леспер!» «Кто это?» Послышался неуверенный голос Леспера. «Холлес!» Он подлец. В душу ему вошла подлость, бессмысленная подлость умирающего. Эпплогейт уязвил его, теперь он старается сам кого-нибудь уязвить. Эпплогейт и космос. И тот, и другой нанесли ему раны. «Теперь ты здесь, Леспер!» «Все прошло!» «И как будто бы ничего и не было, правильно?» «Нет!» «Когда все прошло, будто бы и не было!» «Чем сейчас твоя жизнь лучше моей?» «Сейчас?» «Вот что важно!» «Тебе не лучше, чем мне, но...» «Лучше!» «Это чем же?» «У меня есть мои воспоминания, и я помню!» «Скричал Леспер где-то далеко-далеко, возмущенно прижимая обеими руками к груди свои драгоценные воспоминания. И ведь он прав. У Холлеса было такое чувство, словно его окатили холодной водой. Леспер прав. Воспоминания и вожделения не одно и то же. У него лишь мечты о том, что он хотел бы сделать. У Леспера воспоминания о том, что исполнилось и свершилось. Сознание этого превратилось в медленную и защищенную пытку. Терзало Холлес обезжалостно и неумолимо. «А что тебе от этого?» Крикнул он Лесперу. «Теперь-то, какая радость от того, что было и бельем поросло? Ты в таком же положении, как и я». «А у меня на душе спокойно», — ответил Леспер. «Я свое взял и не ударился под конец в подлость, как ты». «Подлость?» — Холлес повертел это слово на языке. «Сколько он себя помнил, никогда не был подлым. Не смел быть подлым. Не иначе копился эти годы для такого случая». «Подлость». Он оттеснил это слово вглубь сознания. Почувствовал, как слезы выступили на глазах и покатились вниз по щекам. Ту-то услышал, как у него перехватило голос. «Не раскисай их, Холлес». «В самом деле смешно. Только что отдавал Сейт и другим. Стимсон ощущал в себе мужество, принимая его за чистую монету. А это был всего-навсего шок и отрешенность. Возможные при шоке. А теперь он пытался втиснуть считанные минуты чувства, которые подавлял целую жизнь. «Я понимаю, Холлес, что у тебя на душе прозвучал затухающий голос Леспера, до которого теперь было уже 30 тысяч километров. Я не обижаюсь». «Но разве мы не равны, Леспер и я?» – недумивал он. «Здесь, сейчас. Что прошло, то закончилось, какая теперь от этого радость?» Так и так конец наступил. Однако он знал, что упрощает. Это все равно, что пытаться определить разницу между живым человеком и трупом. У первого есть искра, которой нет у второго. Эманация – нечто неуловимое. Так и они с Леспер. Леспер прожил полнокровную жизнь. Он же, Холлес, много лет все равно, что не жил. Они пришли к смерти разными тропами. Если смерть бывает разного рода, то их смерти, по всей вероятности, будут различаться между собой, как день и ночь. У смерти, как и у жизни, множество различных граней. И коли ты уже когда-то умер, зачем тебе смерть конечная? Раз и навсегда, какая предстоит ему теперь. Секундой позже он обнаружил, что его правая ступня начато срезана. Прямо хоть смейся. Снова из скафандра вышел весь воздух. Он быстро нагнулся. Ну, конечно, кровь метер отсек ему. Ногу до лодыжки. Ничего не скажу, а я космической смерти свое представление о юморе. Рассекает тебя по частям точно невидимый черный мясник. Боль вихрем кружила голову, и он, силеясь не потерять сознание, затянул рычажок на колени. Остановил кровотечение, восстановил давление воздуха. Выпрямился и продолжал падать. Больше ничего не оставалось. Холлес. Он сон накинул, утомленный ожиданием смерти. Это опять Эпплгейт. Ну? Я тут подумал. Слышал, что ты говорил. Не годится так. Во что мы себя превращаем? Недостойная смерть получается. Изливаем друг на друга всю желчь. Ты меня слушаешь, Холлес? Да. Я соврал. Только что соврал. Никакой ножки я тебе не подставлял. Сам не знаю, зачем так сказал. Видно, захотелось тебя уязвить. Именно тебя. Мы с тобой всегда соперничали, видишь? Как жизнь к концу, так и спешишь покаяться. Видно, это твое зло вызвало у меня стыд. Так или не так, хочу, чтобы ты знал, что я тоже вел себя по-дурацки. В том, что я тебе говорю, не гроша правды и катись к черту. Холли снова ощутил биение своего сердца. Пять минут оно словно и не работало. Но теперь конечности стали оживать, согреваться. Шок прошел. Прошли также приступы ярости, ужаса, одиночества. Как будто он только что из-под холодного душа. Впереди завтрак и новый день. Спасибо, Эпплгейт. Не стоит. Выше голову, старый мошенник. Эй, вступил Стоун. Чего тебе? Отозвался Холли через просторы космоса. Стоун был его лучшим другом на корабле. Попал в метеоритный рой. Такие миленькие стероиды. Метеоры? Это, наверное, мир Медоны. Они раз в пять лет пролетают мимо Марса к Земле. Меня в самую гущу занесло. Кругом точно огромный калейдоскоп. Тут тебе все краски, размеры, фигуры. Ух ты, красота какая этот металл. Пишина. Лечусь с ними, снова загорел Стоун. Они меня захватили. Вот чертовщина. Он рассмеялся. Холлис напряг зрение, но ничего не увидел. Только крупные алмазы и сапфиры, изумрудные туманности и бархатная тушь космоса. И глаз Всевышнего отдается между хрустальными бликами. Это сказочно удивительно. Вместе с потоком метеоров Стоун будет много лет мчаться где-то за Марсом и каждый пятый год возвращаться к Земле. Миллион веков. То показываться в поле зрения планеты, то вновь исчезать. Стоуны Мермидоны вечные, нетленные, изменчивые, непостоянные, как цвета в калейдоскопе. Длинные трубки, которые ты в детстве наставлял на Солнце и крутил. — Прощай, Холлис! — это чуть слышный голос Стоуна. — Прощай! — Счастливо! — крикнул Холлис через пятьдесят тысяч километров. — Не смеши! — сказал Стоун и пропал. Звезды подступили ближе. Теперь все голоса затухали и удалялись каждый по своей траектории. Кто в сторону Марса, то в космические дали. А сам Холлис... Он посмотрел вниз. Единственный из всех он возвращался на Землю. — Прощай! — Не унывай. — Прощай, Холлис! — это Эпплгейт. Многочисленные досвидания, отрывистые прощай. Большой мозг распадался. Частицы мозга, который так чудесно работал в черепной коробке, несущегося сквозь космос ракетного корабля, одна за другой умирали. Исчерпывался смысл их совместного существования. И как тело гибнет, когда перестает действовать мозг, так и дух корабля, и проведенные вместе недели и месяцы, и все, что они означали друг для друга, всему настал конец. Эпплгейт был теперь всего-навсего... ...отторженного тела пальцем. Нельзя подсиживать, нельзя презирать. Мозг взорвался, и мертвые никчемные осколки разбросало, не соберешь. Голоса смолкли, во всем космосе тишина. Холли спадал в одиночестве. Они все очутились в одиночестве. И голоса умерли в точных ослов Всевышнего, изреченных и отзвучавших звездные бездни. Вон капитан улетел к Луне, вон метеорный... ...рой унес Стоуна, вон Стимса, вон Эпплгейт на пути к Плутону, вон Смит, Тернер, Вундервуд, все остальные. Стеклышки калейдоскопа, которые так долго составляли одушевленный узор, разметало во все стороны. А я, думал Холлис, что я могу сделать? Есть ли еще возможность что-то... чем-то восполнить ужасающую пустоту моей жизни? Хоть одним добрым делом загладить подлость, которую накапливал столько лет, не подозревая, что она живет во мне? Но ведь здесь, кроме меня, никого нет. Разве можно в одиночестве сделать доброе дело? Нельзя. Завтра вечером я войду в атмосферу Земли. Я сгорю, думал он. Рассыплюсь прахом по всем материкам. Я принесу пользу. Чуть-чуть, но прах есть прах, Земли прибавится. Он падал быстро, как пуля, как камень, как железная гиря от всего отрешившейся, окончательно отрешившейся. Ни грусти, ни радости в душе, ничего. Только желание сделать доброе дело теперь, когда всему конец. Доброе дело, о котором он один будет знать. Когда я войду в атмосферу, подумал Холлис, то сгорю, как метеор. Хотел бы я знать, сказал он. Меня кто-нибудь увидит? Мальчуга на проселочной дороге поднял голову и вскрикнул. Смотри, мама, смотри, звездочка падает. Ярко-белая звезда летела в сумеречном небе Ленойса. Загадай желание, сказала его мать. Скорее загадай желание. Продолжение следует... Продолжение следует...